Историко-краеведческий музей принял гостей в милицейских погонах. Еще одну экскурсию для правоохранителя организовали в рамках празднования Дня города с подробностями пресс-службы городской милиции. 26 сентября в Бендерском историко-краеведческом музее много милиции, но повод хороший. Молодые лейтенанты, сержанты вместе с теми, кто прослужил в органах добрый десяток лет, пришли на экскурсию. Она посвящена предстоящему Дню города. В программе посещения – обзорный осмотр залов. Богатый фонд, уникальные экспонаты, в запасниках музея почти 65 тысяч предметов истории не оставили равнодушным ни одного милиционера. Кто бывал здесь ранее и те, кто оказался в стенах музея, впервые рассказы экскурсовода слушали с неподдельным интересом. В нашем городе сохранился домик на улице Московской, где родился и прошло детство академика Берга. Академик Берг, он, как его называют, последним циклопедистом нашего времени. Он опубликовал более 500 фундаментальных научных работ по различным отраслям мистерства знания. Особой популярностью у всех гостей милиционеры не стали исключением пользуется выставка, посвященная палеонтологическим раскопкам. Здесь уникальные находки нашего края – останки древних животных, предметы быта людей, живших до нашей эры. В зале природы подробно представлены представители флоры и фауны нашего края. Я хочу вам показать самую маленькую птичку нашего края под номером 6. На маленькой ядочке сидит маленькая маленькая птица. Это королёк Желтоголовый, который весит всего 10 граммов. Не обошли стороной посетители и выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Многие экземпляры, одежда, документы и предметы обихода участников Великой Отечественной войны стали уже раритетом для нашего времени, а подвиги героев Победы запечатлены на века. И в небе над Бендерами, над Гнестром два лётчика совершили подвиги. Это Иванов и Морозов. Они вылетели на встречу врагу, сбили самолёты, но сами тоже попали под перекрёстный огонь противника. Культурно-познавательные встречи в музеях милиционеры проводят довольно часто. К мероприятиям привлекают и молодых сотрудников. Знание истории своего родного края – это осознанная необходимость. Это расширяет кругозор и формирует гражданско-патриотические качества.